Привет, меня зовут Арина, и сегодня я в Владивостоке в магазине Санбери. Приходит сразу необычная еда, чипсы типа Лейс или Бринглс, понятия не имею, что здесь написано. Чипсы с ее оригинальные 99,99, 100 рублей, и 45 чипсы зяки-зяки, которые я мечтала попробовать уже лет 15. Про них писали посты на Лепри, в Москве они уже даже продаются, но я до сих пор их не купила, так что куплю хотя бы в Владивостоке себе. Причем зяки-зяки, это чипсы с мясом, а крабовые бенгайи, просто краб чипсы называются. Вот такие арахисовые миксы. Ну просто обычный арахис, он такой со специями, то есть, ну, фонировки, они в Москве продаются, но вот что здесь написано, я не знаю, но... На русском переводе есть арахисовые миксы, глазурья. Вкус краба. Тоже сию та же самая фирма, как у всех чипсов. Странный кофе в банках. Let's be, арабика. По-русски написано, а вот здесь вот тоже лотты, и по-русски написано. С морской солью 75 рублей за 235 миллилитров МОКО ОКФ. ОКФ это такой бренд, который подстраивается под Милкис. У них есть свой Милки, который похож на Милкис. Внутри шкаф очень горячий, неожиданно, и кофе можно взять и не замерзнуть на улице зимой. С ума сойти. Я в Москве нигде такого не встречала. Куча странной воды, в том числе алоэ, алоэ. Есть в Москве такое. Одна бутылка стоит 220 рублей. По мне так это дофига за полтора литра. Ну, а вот такое, но вкусное. Такой у вас бук и вкусы продается за 317 рублей, по-моему, я покупала в 2021 году. Есть джинджер бир. Вот если бы был рудбир здесь, я бы, наверное, взяла. Хотя джинджер бир, наверное, похож. Лососевая икра 65 рублей со скидкой «Царская имитация». Настоящая 2,5 тысячи стоит за полкило. Типанк с медом 250 граммов. Что это такое, я понятия не имею. Похоже на водоросли или рыбу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это. Судя по картинке, это мидии или моллюски. 820 рублей. Очень много всякой рыбы. Кальмар, чука, салаты с рыбой. И чука, и в пластике, и в банках. И за 50 рублей даже салат можно купить. 150 граммов здесь все. Водоросли и бархот. Кальмары с водорослями. Вот это, говорят, вкусное. Ну, прикольнее попробовать на раз можно. А напротив обычная скучная курица. За 400 рублей 859. Это караментая 130 граммов. 120 рублей. Куча консервов. Это магазин «Санбер» самый обычный магазин. Здесь нет Ашанова в Владивостоке. Здесь есть «Санбер». Это считается обычной продуктовой. И здесь куча рыбы. Странное пиво в блестящем покупке с синим логотипом. Я пиво не пью, и я не буду это пробовать. Я лучше возьму какой-нибудь необычный коктейль и «Милкис», конечно же. Хотя я «Милкис» пробовала сто раз и пила и в Москве, он тоже продается. Бич-пакеты. Бич-пакет «Гуляй Педос». 90 рублей 60 граммов. Фруктовое желе 410 граммов. Сок линии «Рикка» 190 рублей. Я в Москве такого объема не видела даже. У нас маленькие продаются. Местный сиратый йогурт «Гринагра» в бутылочках. 330 граммов 78 рублей. Манго, маракуйя, персик, киви. Глобурзлаки – это какие-то обычные пошли. Чем отличаются белые бутылки от цветных бутылок? «Биогрин» здесь написано, а здесь «Бифи-лайф» на белой. Очень давно не видела молочные коктейли «Сникерс» и «Экс Баунти». В Москве продавались такие, в том числе и в «Развуке вкуса». Потом пропали, а здесь в обычном магазине. 225 рублей 350 миллилитров. В Великобритании такие продаются, но я не помню за сколько, по-моему. За 1-2 фунта можно купить, то есть за 200 рублей. Куча странных бич-пакетов. Еще 130 рублей за 110 граммов. Я думала, в Москве в Ленте такие за 80 рублей дорого. А здесь вон они сколько стоят. Я в Москве пожалела денег. Вырушила меня жаба. Видимо, надо будет попробовать. С этой стороны ничего больше. И сырный рамён, и просто с иероглифами здесь даже не написано ни слова по-русски. Лапша, говядина маринованная, капуста 160 рублей. Донсан, чашка лапши, суп 118 рублей. Кива хамбург, 160 рублей. Одна бутылка, 0,61 литр. В общем, странного объёма тара. И рядом ты в Жигуревской столбе за 1,2 литра. Бутылка странного цвета, белая. Без русских букв. 900 килокалорий, 1,5 литра. 220 рублей. Напиток «Райс» со вкусом влагов. Рисовый и грушевый. Милкис и куча странной воды. Я пробовала «Чупа-чупс». Он меня не впечатлил. Я помню «Вазбитый вкус». Я покупала по такой же цене. «Спаркинг плотта» не видела ни разу. Даже по-русски написано «355 миллилитров». Но не факт, что он столько стоит, кстати. Я почитала отзывы про этот магазин. Написано, что ценники неправильные. Странные чипсы, которые не вызывают доверие. Но я их возьму попробовать. 108 рублей. В Москве таких нет. «Нонгшим ВФудс». Вот такие возьму «Спайси». Еще больше «Бенгая». Я даже не знала, что такие вкусы есть. Креветка, луковые, кольца. Никогда не видела крик в жесте. На него даже цены нет. Я вообще его плю иногда. Если гуглить, какие продукты привезти из Владивостока, то показывает кофе «Ксим». 15 продуктов самых популярных. Я не ожидала, что такая цена. За растворимый кофе 70 граммов – 570 рублей. А если в стеклянной банке – 80 граммов – 830 рублей. Вьетнамский странный кофе. 250 граммов – 800 рублей. Это кофе прям золотой. Это молотый. Говорить надо. Дрип-пакеты Саше 8 штук – 420 рублей. Бленди. На всех кофе антивор. При большом желании можно его оторвать и все остальное унести с собой. Местные странные шоколадки из Владивостока. Сколько здесь? 100 граммов даже. Шоколадки 135 рублей, 125 рублей. Кокосовая стружка – это фигня неинтересная. Арахис, морская соль – это очень просто. А вот морской гребешок, темный шоколад – вот это я понимаю. Но она и стоит 186 рублей за 100 граммов. Видимо, такая дичь пользуется популярностью. Поэтому самая дорогая с морской капустой. Есть темный шоколад. Уже он весь темный. Я еще хотела вот этот морской еш и ламинария попробовать. Я пробовала морской еш. Ламинария – это водоросли. Здесь нарисована вот эта фиолетовая штука. Я тоже хочу попробовать. Еще и странно что-то было, но здесь я не вижу. Вот какао-бобы есть, обычные молочные. Вот эти прикольные. За 90 граммов с клубникой. Пожалуйста, попробуйте. Там внутри начиночка. Местный майонез от Тоги. Мне повезло. Есть маленькие упаковки, 300 граммов. Корейский, 160 рублей. Я думала, он вот в этом пакете, а там внутри бутылка нормальная, пластиковая. Я майонез не ем, но куплю маме. Я надеюсь, я его довезу и в Москве уже попробую. Местные странные сухие сливки. В статье очень их рекламируют. Написано, комков не образуют, сразу растворяются. И очень вкусные. Не мелкие. Заменитель полночного продукта. Полкило 230 рублей. И полкило 230 рублей сопью крема. Возьму и то, и то попробовать. В обычном магазине, я думала, это в ресторанах только продается, анигири. 63 рубля. Ветчина с сыром. 74. Лосось. Они небольшие, это такие треугольники. Внутри рис с начинкой, которая здесь написана. И все это завернуто в лист в мебинарии. Очень хотела попробовать. Вообще это корейская и японская тема. А здесь прямо на русском языке все написано. Класс. Нашла мороженое с иероглифами. Называется лавеле. Это обычное, наверное, мороженое с жирным йогуртом. Сколько стоит, непонятно. И здесь 180 миллилитров. Есть еще вот такое, наверное, это шоколадное. Шоколадные шарики. Ничего интересного. И рядом еще есть вот такое странное мороженое. Иероглифное. Это похоже на брауни с мороженым. Апгрейд. 140 миллилитров. Мороженое. Сырный чизкейк. Лавеле. Если он реально сырный, я бы попробовала. Калина Мол находится на холме. Поэтому фудкорт, который, я подумала, находится на первом этаже. На самом деле на третьем. А на первом находится магазин Санбери продуктовый. Перед магазином стоит три странных каменных чемодана. У них нет никакой особенной истории. Они олицетворяют шопинг, я думаю. Ваш капитан очевидность. Меня зовут Алина. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока.